МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Гомель юбилейный. Город отметил 875-летие. Их служба и опасная трудна. Жизнь регионального управления Следственного комитета глазами наших корреспондентов. Вечер в стиле Хогвартс и путешествие с Франциском Скориной. Библиотеки пригласили читателей на самую загадочную ночь в году. Откровенный разговор о самом важном. Смотрите актуальное интервью с главным акушером-гинекологом Гомельской области Ириной Бурлаковой. Гомель цветущий, а также спортивный, музыкальный, мастеровой и даже гастрономический. Все это Гомель юбилейный. Празднование Дня города в этом году стало рекордным по количеству тематических площадок. В день 875-летнего юбилея в Гомеле появились 12 мини-городов. Охватить вниманием все события праздничной жизни, пожалуй, невозможно. Наши корреспонденты выбрали самые яркие. Дружба и партнерство городов – это особое отношение доверия, симпатии и интереса. Поздравить город над Сожем с юбилеем и принять участие в торжествах приехали делегации городов-побратимов и партнеров из пяти стран. Официальному старту празднований предшествовала встреча с руководством Гомеля. На ней определены новые направления сотрудничества и в подтверждение намерений подписаны соглашения. Делегации из города Ченду на праздники города впервые. Гости высказывают заинтересованность в импорте сельскохозяйственной продукции. Сейчас из Ченду отправляется и железнодорожный боезд с городской Ченду Европы. Я думаю, что можно с помощью такого боезда направить эти товары из Гомеля в Ченду. Официальный старт празднования дня рождения Гомеля дан на Центральной площади. Церемония открытия – зрелищные и запоминающиеся события. В масштабном шоу приняли участие около 500 артистов. Они представили историю города, эпохи, которые оставили свой след и оказали влияние на развитие современного Гомеля. Музыкально-театрализованный пролог «Гомель юбилейный» рассказывает о предприятиях, организациях и ведомствах, которые в этом году также стали юбилярами. В их числе областная газета «Гомельская правда» и госавтоинспекция. Не ради славы и наград, не ради слави и погод, Держусь на трудные свои, и все дарит. Культурная жизнь Гомеля всегда была богатой и содержательной. В разные годы здесь жили и работали Александр Градский, Александр Буйнов, Анатолий Ермоленко. Их творческая судьба была связана с Гомельской областной филармонией, которая в этом году тоже юбиляр. Ей исполнилось 50 лет. Дорогие земляки, с праздником! На праздник принято дарить подарки. В сквере имени Громыка после реконструкции запустили фонтан. А в сквере имени Держинского после масштабных работ открыли обновленный мемориальный комплекс. В Гомеле появился уникальный музей печати. Еще одно знаковое событие произошло непосредственно в день празднования Дня города. Министерство связи Республики Беларусь выпустило юбилейную марку тиражом 40 тысяч экземпляров и специальный штемпель памятного торжественного гашения. Его уникальность в том, что он работает только один день. Из завтрашнего дня все марки, которые были погашены этим штемпелем, становятся коллекционным материалом. Их можно будет приобрести только в уголках филателиста. И с течением времени стоимость этой марки будет набирать свою цену. И, как правило, как показывает опыт, чем меньше марок погашено в этот день, тем дороже потом конечная стоимость. В день города поздравить Гомель с юбилеем приехала республиканская народно-патриотическая акция «Мы вместе». На центральной музыкальной площадке города, площади имени Ленина, выступили финалисты конкурса «Новые имена Беларуси», любительские коллективы и звезды белорусской эстрады. Здесь же честовали представители трудовых династий, социальных партнеров и профсоюзных активистов. В рамках нашей акции «Мы вместе» и профсоюзной акции, конечно же, награждали самые достойные. Это были и наши династии во всех отраслях экономики, заурганения, социальной сферы. Поэтому на эту сцену поднялись те люди, которые в этот праздник должны были быть отмечены. В день города в Гомеле многое впервые. Например, первый фестиваль городской культуры «Проходной двор». Он смиксовал в одном пространстве моду, музыку, еду и искусство. При этом организаторы постарались передать атмосферу прошлого столетия с домино, подвесными качелями и настольным теннисом. А в сквере имени Громека впервые провели выставку «Гроздью Гомеля». На фестиваль приехали виноградари со всей Беларуси. Жюри определило лучших садовников, а гости смогли продегустировать сорта винограда, которые можно успешно выращивать в Беларуси и получить консультацию по уходу за этой капризной культурой. Любая культура требует какого-то знания, какого-то времени, ухода, не без этого. Виноград, может быть, не самый простой, но не надо думать, что это что-то такое сверхъестественное. Организаторы подготовили для гомельчан и гостей города около сотни мероприятий на любой вкус. И праздник никого не оставил равнодушным. Погуляли по парку сегодня, прошли здесь, сувениров купили немного, на фестивале еды побывали. Были во всем городе, посмотрели все, что можно посмотреть. Замечательный день города, все на высшем уровне. Наш прекрасный город, хочется поздравить, родной гомель. Все посмотрели, все прекрасно, везде весело, вкусно, люди позитивные, прекрасная погода. Все интересно для меня. Я первый раз здесь, я приехал из Туркмейсана. Я коренная жительница города Гомеля. И хочу сказать, что я очень люблю свой город. И счастлива сегодня от того, что я вижу вокруг столько много счастливых лиц и столько много талантливых людей. День рождения города Гомеля останется самым моим любимым днем. Гомель ни на миг не останавливается в своем развитии. Здесь создаются новые производства, строится жилье. Город предстает перед гостями красивым и современным, уютным и комфортным для жизни. В подтверждение этих слов признание на республиканском уровне. Победа в соревновании по социально-экономическому развитию и конкурсе по благоустройству. И все это, конечно, не кто-то один. Это все гомельчане, это, безусловно, трудовые коллективы и просто наши жители, которые каждый в меру своих возможностей и способностей вносил вклад в то, что Гомель сегодня такой светущий, бурно развивающийся город. Я хотел бы всем им сказать огромное спасибо и поздравить с этим юбилеем нашего любимого города. Анастасия Кучинская, Дмитрий Котов, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели. А сейчас подробности других важных событий недели в традиционном обзоре от службы новостей. Активизировать экономические связи с Херсонской областью на воде, земле и воздухе. Такая задача была поставлена во время визита делегации из этого украинского региона в Гомель. Участники посетили свободную экономическую зону Гомель-Ратон. Особый интерес вызвали налоговые льготы и таможенные преференции, которые предоставляются ее резидентам. Следующим пунктом стал аэропорт, где руководители Гомельской и Херсонской областей обсудили возможность наладить регулярные авиарейсы между двумя городами. Далее делегация побывала на Гомсельмаше. Планируется, что в ближайшем будущем на территории Херсонской области откроется совместное производство сельхозтехники. Также в плане визита целый ряд промышленных, спортивных и культурных объектов. Намолот в хозяйство Гомельской области превысил 1 миллион тонн. С учетом зерновых, зернобобовых и кукурузы сельскохозяйственной организацией региона 15 сентября перешагнули знаковый рубеж. Причем доля кукурузы в этом объеме составила лишь 4 тысячи тонн. Всего же в этом году в регионе планируется получить не менее 250 тысяч тонн зерна кукурузы, которая в первую очередь идет на изготовление концентрированных кормов для свиноводческих комплексов и птиц и фабрик. В регионе продолжаются выездные приемы граждан. В Калинковичах с жителями встретился помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Тематика обращений от ремонта жилья и его приватизации до организации дорожного движения. По некоторым обращениям положительные решения приняты непосредственно во время приема. Некоторые вопросы будут изучены дополнительно. Вместе с тем помощник президента обратил внимание на необходимость более тщательного подхода к организации приемов. В частности, значительную часть обращений составляют просьбы об отмене судебных решений, что не входит в компетенцию представителей органов власти. Белорусская республиканская пионерская организация отметила 27-ю годовщину со дня самоопределения. В этой связи в Гомельской области прошли праздничные мероприятия. В частности, пионеры дали старт акции под названием «875 добрых дел». В течение всего учебного года пионерские дружины будут оказывать шефскую помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым людям, инвалидам. В Гомельской области пионерская организация объединяет более 100 тысяч ребят. Это около 70% от общего числа школьников. На этой неделе Следственный комитет Республики Беларусь отметил шестую годовщину со дня основания. За прошедшее время это ведомство стало полноправным и надежным партнером правоохранительного блока страны. Праздники будней управления Следственного комитета по Гомельской области в сюжете наших корреспондентов. До начала торжественного собрания, посвященного годовщине создания Следственного комитета, еще есть время. И сотрудники ведомства собрались в экспозиции современного оружия. На практике пистолетами и автоматами пользоваться приходилось многим. Если не при непосредственном исполнении служебных обязанностей, то во время учебных стрельб на полигонах. Но какой мужчина в форме откажет себе в удовольствии поддержать боевое оружие? Впрочем, постоянное поддержание формы – одно из главных требований к сотрудникам Следственного комитета. Наряду с такими качествами, как профессионализм и готовность всегда прийти на помощь. Полагаю, что третье-четвертое место, которое мы сейчас делим по коэффициенту эффективности работы – это неплохие результаты, но стремимся мы к лучшему. Надеемся, что наше место первое. Шестую годовщину создания Следственного комитета в Гомельской области отметили не только торжественными собраниями, но и новосельем. В собственное здание переехал Рогачевский райотдел, который до этого делил кабинеты с местными милиционерами. Во время построения, посвященного этому событию, пошел достаточно сильный дождь. Следователи такому капризу погоды, конечно, не обрадовались, хотя, с другой стороны, по народным приметам, дождь – это к счастью. Нахождение все-таки в собственных стенах сказывается только в лучшую сторону и на качестве работы, и на моральном климате в коллективе. То есть, когда ты сам хозяин в своем доме, в любом случае это идет только на пользу. Надо сказать, что государственные средства при этом практически не затрачиваются, поскольку в рамках оптимизации в целом системы государственных органов в стране, так получается, что освобождаются очень много свободных помещений, которые при умном, умелом распоряжении небольшими средствами, которыми мы располагаем, можно привести в такое состояние, которое абсолютно устраивает подразделение Следственного комитета. Для того, чтобы полностью переехать в новое здание, понадобится еще несколько дней. Работа Следственного комитета имеет свою специфику, и нужно закончить техническое оснащение кабинетов. Хотя в целом выводы можно делать уже сегодня. Сотрудники районного отдела говорят о продуманном размещении служебных помещений и удобстве рабочих мест. Последнее важно еще и по той причине, что продолжительность рабочего дня часто не ограничивается промежутком с 9 до 18 часов. А поэтому очень важно, чтобы тебя понимало не только вышестоящее руководство, но и члены семьи. Рабочий день у нас до 6. Формально мы можем и задержаться на работе, если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства. Допустим, один свидетель не может явиться в назначенное время, тогда задерживаешься на работе. Не можешь этот самый. Если нужно провести какое-то следственное действие, то тоже задерживаешься на работе. Бывает такое. Семья реагирует нормально, понимает жена, потому что она тоже работает в Следственном комитете, поэтому и понимает. И еще одно событие из жизни управления Следственного комитета, которое нельзя обойти вниманием. 16 молодых сотрудников приняли торжественную присягу. Недавние выпускники Академии Министерства внутренних дел и юридических факультетов гражданских вузов. Теперь они одна команда. Люди в погонах, стоящие на страже законности и порядка. Я окончил Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь в 2017 году и прибыл на работу в Мозырский районный отдел Следственного комитета. За это время я понял, что эта профессия является моим призванием, что я хочу служить народу. Олег Сентюрополь, Лаконовалова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания Гумель. Новости недели. Гумельская область – один из лидеров Беларуси по деторождению. Жаль, статистику омрачает значительное количество абортов. Беспокоит специалистов и крайности в родах. Раннее материнство в 13-14 лет и первые роды после 30. Об этом в актуальном интервью программе рассказала главный акушер-гинеколог Гумельской области Ирина Бурлакова. Итак, несмотря на достаточно хороший прирост по деторождению, для региона по-прежнему актуальна проблема абортов. Чем связывают это специалисты? Связано, скорее всего, и с неуверенностью женщины на сегодняшний день в гражданском браке, которая не может закрепить юридические права и рождение ребенка. По факту остаются неразрешенные вопросы в будущем. Это связано с какими-то экономическими, наверное, нестабильностью и внутри каждой семьи, у каждой по-своему, у каждой семьи. Это связано и, наверное, с неуверенностью женщины в предстоящей беременности и родах. И она старается переложить этот вопрос, решение его в такой серьезный момент своей жизни на медиков, которым она приходит для предабортного консультирования перед проведением аборта. И уже на наши плечи непосредственно, как акушер-гинеколога и психолога, ложится факт возможности помочь женщине определиться, как поступить в данном случае. Вот еще одна тема для разговора. Все больше женщины выбирают, как они говорят, европейскую дорожку. Поздние отношения, поздний брак, поздние роды. Сколько вот нынешнее поколение гомельчан, жителей области затягивают с этим процессом? Средний уровень сейчас, скажем, около 30 лет. И это уже, по мнению специалистов, достаточно поздно. То есть рождение после 30, да, 30-33 лет, это уже мы считаем рождение, ну, поздний ребенок, рождение позднего ребенка. Раз уж заговорили о крайностях, есть еще одна сторона, гиперранние роды. Причем гипер, наверное, стоит подчеркнуть как минимум несколько раз, просто уверен, что у вас есть достаточно большое количество примеров в тему, ведь так? Да, на сегодняшний день по статистике за 7 месяцев у нас более 70 девочек родило до 18 лет. За последние полутора лет у нас встречались роды и в 14-15 лет. Наверное, это не самый лучший пример, который хотелось бы озвучить с экрана телевидения. И все-таки об этом нужно говорить, потому что это проблема? Конечно, об этом надо говорить, потому что такие девочки, как правило, не готовы самостоятельно начинать новую жизнь, тем более, когда эта жизнь еще требует внимания и продолжения как родительской стороны, поскольку они являются уже молодыми родителями. И все-таки ранние половые отношения, чем они могут быть чреваты для подростков? Для подростков ранние половые отношения чреваты как психоэмоциональной нестабильностью, поскольку не всегда они длительные, носят кратковременный характер и, кроме того, они могут нанести и физический ущерб их здоровью. Как правило, таким путем передается ряд заболеваний, в том числе и ВИЧ-инфекции. И такие случаи в том числе есть и в регионе. Для того, чтобы мы понимали, что мы сейчас не о другой стране говорим, для того, чтобы родители... Такие случаи есть и в нашем регионе, и половым путем у нас заражается достаточно большое количество подростков. На это хотелось бы обратить внимание родителей. И все-таки ваш совет, буквально коротко родителям, не всегда самая хорошая новость приходит даже в благополучные семьи. На что обратить внимание, как поддержать своего ребенка и оградить, конечно же. Если в семье произошла такая ситуация, то я думаю, родителям в первую очередь надо определиться с психологом и провести беседу именно семьи и подростка совместно с психологом, чтобы позволило найти те точки преткновения, те болевые моменты, которые позволят найти выход из данной сложившейся ситуации. Ну а принимать решение, что касается беременности, я думаю, нужно непосредственно самой семьи, исходя из их то или иного материального положения и, наверное, веры в исповедание. И тут очень много факторов, которые могут складываться. Хотелось бы сказать родителям, что самая главная любовь, отношение с чувством нежности и доброты к своим детям, а также не забывать о том, что наши с вами поступки, то, как мы с вами поступаем, в тысячу раз важнее, чем то, что мы с вами говорим. Что ж, спасибо большое за это интервью и только хороших новостей. Спасибо. Вы смотрите новости недели на Беларусь 4. Прямо сейчас обзор событий уходящих 7 дней от службы информации. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства. Кстати, в Гомельской области самое большое лесохозяйственное объединение. В 179 лесничествах трудится около 7 тысяч человек. Среди приоритетных направлений охрана и восстановление лесных насаждений, а также модернизация производства. Сейчас лесхоза региона поставляет продукцию не только на внутренний рынок, но и в 14 стран мира. В регионе прошли акции по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мероприятия состоялись в рамках республиканской информационной кампании «Касается даже тех, кого не касается». В Гомеле основной площадкой стала площадь Восстания. Сделать экспресс-тесты предложили всем желающим. Напомним, в мае в гомельских аптеках появились тесты по определению ВИЧ в слюниках. Они позволяют самостоятельно в течение нескольких минут узнать свой ВИЧ-статус. В Гомельской области завершен подготовительный этап к проведению вакцинации против гриппа. Напомним, в нынешнем году запланировано охватить профилактическими прививками против гриппа до 75% населения, относящегося к группам риска. В Гомельской области бесплатную вакцинацию получат более 32% населения. Для этого будет использоваться вакцина российского производства. В Мозыре состоялся традиционный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Юровическая Милосердная. Его предваряло праздничное богослужение в Свято-Михайловском соборе. Проводить православную святыню в родную обитель пришли сотни верующих. Икона, которая участвует в шествии, это один из трех списков. Оригинал находится в Кракове, но и список почитается верующими не меньше. В 2006 году чудотворный образ был случайно найден в Нижнем храме. С тех пор после пребывания в Свято-Михайловском кафедральном соборе икона отправляется в Юровичский монастырь. Далее в программе о наиболее значимых культурных событиях региона. Большой прием в Хогварте, битва факультетов, соображариум, соблазны Косого переулка. А кроме этого путешествие вместе с Франциском с Кариной. Интеллектуальный квест с элементами театрализации. Ведущие библиотеки области провели библионочь. Александр Лупиненко узнал детали этого и других культурных событий недели. Виртуальная реальность – технология, которая позволяет нам в полном смысле слова погрузиться в картину. Это будущее, которое пришло к нам уже сегодня. Уникальный проект, который позволяет каждому своему зрителю не только увидеть картину своими глазами, но и совершить настоящее путешествие внутри нее. В основе экспозиции – стерео, лайт-панели, а также цифровые картины высокого разрешения. Их создавали российские мастера цифрового искусства. Зрители могут по-иному взглянуть на работы известных во всем мире живописцев. А кроме этого увидеть концептуально новые виртуальные полотна, насыщенные стерео- и видеоэффектами, динамичными пространствами и необычными существами. Для осмотра выставки гостям выдают специальные визоры, благодаря которым каждая картина получает свое продолжение во времени и пространстве. Как отметили в картинной галерее Ващенко, проект нацелен на то, чтобы познакомить зрителя с инновационными цифровыми технологиями, которые используются в современном искусстве. Большой прием в Хогварте, битва факультетов, соображариум, соблазны косого переулка, незабываемые снимки в фотосалоне «Волшебное око» и шокирующее зрелище в комнате трансфигурации. Библионочь в Центральной городской библиотеке имени Герцена провели в мистическом стиле. На три с половиной часа посетители погрузились в мир экспериментов, приключений и волшебства, встретились с настоящими учеными, магами и волшебниками, разгадали массу загадок и ребусов, а кроме этого сделали незабываемые фотоснимки. Ну а самые умные сразились в захватывающем интеллектуальном поединке «Битва факультетов». Тем временем библиотека имени Ленина предложила своим посетителям веросневые светлые мары. Главный герой юбилейного года Франциск Скорына пригласил читателей в увлекательное интерактивное путешествие. Актеры-библиотекари под руководством молодого талантливого режиссера Дмитрия Байкова показали свой новый спектакль «Черная панна несвижа». Зрители, которые пришли на праздник, приняли участие в театрализованном обряде «Свадьба» на фольклорной площади «Таинственные тропы любви». А все желающие на творческом мероприятии в литературно-музыкальном салоне познакомились с новыми произведениями гомельских писателей. Театральные софиты вновь зажигают свои огни. Новый сезон начинается во всех театрах. 15 сентября свой 26 сезон открыл Гомельский молодежный театр. Зрителям представили психологический триллер «Метод» режиссера Виталия Кравченко. Кстати, в этом сезоне театр отмечает свое 25-летие. Свой 55 сезон открыл и Гомельский театр «Кукол». Приключение мужицкого портного из самого обыкновенного Гомеля, как писал о герое своего литературного произведения Илья Эренбург в спектакле «Бурная жизнь» Лазика Ройтшванеца. 20, 21 и 22 сентября Гомельский областной драматический театр к открытию 79 сезона приготовил премьеру. Музыкальную комедию в двух действиях «Дамы и гусары». Режиссер, заслуженный артист России Валентин Варецкий. Следующая неделя также обещает быть яркой и насыщенной мир культуры подготовил для вас немало интересных встреч. Роман со шарм и страсть и трепет. Гомельская областная филармония приглашает всех на вечер русского романца. Весь вечер для вас будут петь Константин Горошко и Елена Агастинская. Концерт состоится в картинной галерее Гаврила Ващенко 21 сентября, начало в 18.00. Ну а 22 сентября Жлобинский ДК «Металлургов» приглашает всех на концерт на развлекательную программу «Домашний кабачок. Начало в 20.00». Это были самые яркие новости из мира культуры. С ними вас знакомили Александр Лупиненко и Александр Харлампо. В обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи!